В общем, всем привет! Разобрал я, значит, свой Amazfit Bip и с полной уверенностью можно сказать, что вода затекала не через кнопку, как я думал, а вот здесь, в этом месте. Вот. Сейчас я их полностью просушил. Ну и остаются все-таки вопросы по поводу аккумулятора. Разбираются они довольно таки просто. Я думал, что там что-то запаяно, тут на самом деле просто заклеено было, да и все. На клей. На какой клей буду садить я, даже не знаю, честно говоря, пока я с этим еще не сталкивался, но столкнулся с такой проблемой. Данный аккумулятор у нас называется... ой, сейчас... В общем, с аккумулятором у меня очень серьезные проблемы. Ну и с глазами тоже. В общем, начнем с того, что аккумулятор у нас называется PL402120V на 200 миллиампер часов, 3,8 вольта выдает. Но сам вот этот контроллер питания я хотел тоже заменить. Ну, в общем, суть дела в чем, я хотел купить готовую батарейку, просто ее сюда вставить. Но таких батареек на Алике я не нашел. Может быть, кто-то знает, где можно взять такую батарейку. Есть просто аккумуляторы данного типа, но без контроллера. То есть здесь придется еще отрывать контроллер и этот контроллер паять напрямую к новому аккумулятору, что как бы не очень сильно хотелось. Хотелось бы купить полностью готовый аккумулятор. Вот. В принципе, разбираются они довольно-таки легко. Единственный нюанс это с вот этой вот планкой. Но я думаю, вы все прекрасно можете зайти в описание и посмотреть мануал, по которому разбирал их я. Не захотел я идти все-таки в мастерскую. Думаю, ну, если получится самому сделать, то хорошо. Не получится. Ну, что же в этом такого? Вот. В принципе, неплохие часики. Хотелось бы, конечно, их оживить полностью. И дальше пользоваться. Ну, посмотрим, как дело пойдет. В общем, если кто-то знает, где можно достать такой аккумулятор вместе с контроллером для него, ну, уже спаренный, готовый, то пишите в комментарии. Посмотрим. Ценник его, время доставки. Ну, и, возможно, я закажу, потому что не хочу мудохаться с перепайкой самой батареи. Вот. Пока как-то так. Если получится восстановить, ну, будет тогда еще видео. Не получится, а значит, закроем плейлист навсегда. Откроем какой-то другой. Ну, в принципе, очень хорошие часы. В плане того, что отображают все то, что мне нужно. Нет никаких лишних функций у них. Ну, и плюс, соответственно, то, что их автономность, это 45 дней минимум. Вот это и подкупает. И все, что сейчас производится, на две недели, как-то не очень хотелось бы этим пользоваться. В общем, как-то так. Пишите в комментах, если вы знаете, где достать аккумулятор вместе с контроллером питания. Всем пока.